В Анапе стартовала операция «Бахос» по выявлению водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом виде. С 1 сентября текущего года произошли изменения в административном законодательстве. Пьяным ездить за рулем стало еще дороже. С 1 сентября сего года произошло изменение по ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Значит, выписывается штраф 30 тысяч рублей, если совершенное административное правонарушение первый раз. И, подчеркиваю, и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. Значит, при повторном совершении административного правонарушения, значит, выписывается штраф 50 тысяч, направляется водитель у нас на переэкзаменовку, то есть до устного экзамена. Лишение, срок лишения водительского удостоверения также предусмотрен по данной статье. Внушительные штрафы и перспектива лишиться права управления автомобилем заставляют водителей не нарушать это правило дорожного движения. Поэтому такие факты встречаются теперь крайне редко. Но зато других нарушений хоть отбавляй. Вот, например, эта иномарка была лишена номеров. Нанесение покрытия, ухудшающих прозрачность стекол и соответствующие требованиям ГОСТа. Водитель почему-то отказывается снимать пленку на месте. Хотя по кодексу имеет полное право устранить данное правонарушение на месте. Однако водитель таким положением дел оказался крайне недоволен и начал угрожать оператору разбить камеру, а инспектору прокуратурой, судом и даже... Именно с отцом моим встретимся там. Именно ты. Да, да. Не дожидаясь приезда влиятельного родственника, хамовитый водитель, оставив документы полицейским, без которых ездить нельзя, и без номеров, сорвался и поехал по своим делам. Проводится профилактическая операция по выявлению грубых нарушений, влияющих на безопасность дорожного движения. Это выезд на полосустречного движения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также управление транспортным средством с нанесенными покрытиями, ухудшающими прозрачность стекол. То есть те нарушения, которые наиболее опасны на сегодняшний момент и влияют на безопасность дорожного движения. Напомним, что все подразделения МВД переведены на усиленный режим несения службы, поэтому различные операции теперь будут проводиться гораздо чаще. Вадим Родин, Анапа-Регион.